Такой день на канале Мир Белогурья. В церемонии награждения лучших школьников Белгородчины репортаж Натальи Войтенко. Это не проверка знаний, а простой диалог мамы с дочерью. В их семье разговаривают на двух языках – русском и испанском. Последний для Доминики Андре тоже родной. Девятиклассница выросла в стране вечной весны цветущих растений Эквадория. Официальный язык там – испанский. У меня папа носитель языка, из-за этого я знаю испанском. Для меня испанский – это очень красивый язык. Я пишу стихи, читаю на испанский. Меня очень сильно вдохновляет этот язык. Вдохновляться языком, на котором говорили художники Пабло Пикассо, Сальвадор Дали и путешественник Америго Веспуччи Доминики помогает мама. Она преподает испанский в одном из белгородских вузов. В этом году дочь Анастасии Козловой стала призером всероссийского этапа Олимпиады школьников. В семье мы говорим на двух языках – на испанском и на русском. Учитывая культуру и папы, и мамы, соответственно, мы стараемся, чтобы дети уважали каждую культуру своего языка. Поэтому ребёнок всегда старается готовиться ко всем возможным Олимпиадам, чтобы показать знания в этом языке. Среди награждённых и старосколец Артём Курлыкин. Его конёк – химия. Он тоже призёр всероссийского этапа. Наукой увлёкся задолго до того, как предмет начали преподавать в школе. На одном из внеурочных занятий любознательного мальчишку заметил учитель химии. Так и сложилась формула успеха. Очень понравился предмет. Сначала это вроде бы необыкновенные реакции, которые цвета меняют, необыкновенные воздействия друг на друга разных веществ. Ну и просто стал интересен, начал заниматься. И вроде получилось. Какой роль у тебя играет учитель? Самое главное, что есть. Потому что без него вряд ли бы чего достиг и вообще начал бы заниматься. Только в региональном этапе главной Олимпиады участвовало более 500 школьников. Каждый 16-й боролся за звание лучшего ученика страны по своему профилю. 11 белгородских ребят и на всероссийском этапе доказали, что в этом году им равных нет. Мы понимаем, какой тяжёлый и долгий путь прошли вы, дорогие ребята. Но тем не менее, это, я думаю, было очень важно и нужно для каждого из вас. Пусть это будет возможно для кого-то лишь первой ступенькой для серьёзного погружения в свой предмет, в тот предмет, который вам нравится. Школьников, которые сегодня получили награды, в региональном департаменте образования называют будущей интеллектуальной элитой. В этом году таких 59. Все они показали лучший балл в своём предмете, а некоторые отличились в нескольких. Наталья Войтенко, Валерий Ларьков. Такой день на Мире Белогорья. Но в списках победителей были и те, кто не присутствовал на церемонии. Мы пригласили их сегодня в студию. Кристина Дрозд ещё вчера в Москве демонстрировала свои знания по праву на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады. А Анна Гриднева приехала к нам из Старого Оскола. Она призёр Всероссийского этапа Олимпиады по истории, которая проходила в Саранске. Как даётся участие в главной школьной олимпиаде страны, мы узнаем у девушек прямо сейчас. Девчонки, здравствуйте. 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 Кристина, ну мы начнём с тебя. Расскажи, как тебя встретила Москва, с чем ты вообще домой вернулась и довольна ли ты результатом? Я могу сказать, что поскольку все мои олимпиады в этом году проходили в Москве и прошли они довольно успешно, то Москва меня встретила прекрасно. Начала я с Олимпиады по французскому и после этого четыре олимпиады у меня проходили подряд. И перед правом у меня всё-таки получилось вернуться домой, чтобы потом снова вернуться в Москву и снова стать призёром. То есть вот так вот ты ещё и ездила туда-сюда? Да, я ещё и ездила. Ну то есть четыре олимпиады, когда проходили подряд, я не возвращалась домой, они были прямо совсем подряд. Четыре олимпиады. Одна заканчивается, другая начинается. Сама внутренне довольна своим результатом? Да, я очень довольна. Мне кажется, что этот год у меня получился успешным. Аня, ну расскажи теперь ты, кого тебе пришлось в Саранске? У тебя там была Олимпиада по истории, финальный этап. Да. Мне очень понравился тот город. Мне кажется, Олимпиада — это уникальная возможность посетить такие города, в которые сам редко доедешь. То есть Саранск. Я даже струн представляла до этой Олимпиады, где он находится и как он выглядит. А именно заключительный этап дал мне возможность узнать этот город получше. Мне он понравился. Нам устраивали дополнительные экскурсии. То есть в программу Всероссийской Олимпиады школьников обязательно включена какая-то культурная часть. Поэтому нам показали музей имени Эрзи. Это было очень интересно. Мне он особенно понравился. А какой из этапов у тебя вызвало наибольшее затруднение? Мне кажется, наиболее трудным был устный тур, потому что это нужно стоять перед публикой, нужно быть уверенным в себе, нужно суметь собраться. Я немножко растерялась, и вот поэтому потеряла баллы, которые могли бы помочь мне стать победителем. Это было немножко обидно. Но тем не менее ты в числе призеров. Но всегда хочется большего. И как-то всегда обидно, что не смог сделать чего-то больше еще. Ну вот если с Анной все понятно, это Олимпиада по истории, Кристина, то у тебя совершенно другая история. Это пять Олимпиад. По каким предметам? В этом году я писала Олимпиады по французскому экономике, испанскому, русскому и праву. И поскольку русский и общество знания пересекались, а по обществу знания уже в том году я смогла стать призером, я предпочла что-то новое. Французский, испанский и русский? Да. А вот расскажи, почему у тебя такой разброс? Ты до сих пор не определилась, что тебе больше нравится? Или на самом деле есть способность и к экономике, и к испанскому языку? На самом деле я в целом определилась, что мне нравится. И я занимаюсь только тем, что мне нравится. Я пишу Олимпиады по предметам, которые мне интересны и которые, как мне кажется, способны мне где-то помочь в будущем. Я не собираюсь поступать на лингвистику, безусловно, но само знание языков, как по мне, помогает тебе не только в Олимпиаде, но и в жизни. Значит, ты очень разносторонний, развитый человек. Расскажите теперь, вопрос будет к вам обеим. А зачем вообще, в принципе, участвовать в Олимпиадах? Ну, я-то, конечно, тоже участвовал в Олимпиадах, когда был школьником. Конечно, не на таком высоком уровне. Ну, а сейчас, что это вам дает? Ради чего? Во-первых, это поступление. Я думаю, что все согласятся в эту авантюру, мы ввязываемся не просто так. Победители и призеры заключительного этапа из Российской Олимпиады школьников могут без экзаменов поступать в университет на соответствующий профиль. Отличный бонус. То есть на тот профиль, который ты делала на Олимпиаде, да? Да. Нужно посмотреть на сайте университета, соответствует ли твоя Олимпиада профилю, который ты выбираешь. Но, как правило, если ты пишешь Олимпиаду по праву, то на Юрфак ты поступаешь без проблем в любой университет. Это что-то такое логичное. Иногда бывают более экзотические сочетания. Ну, не знаю, например, Олимпиада по искусству очень по-разному котируется в университетах, поэтому нужно проверять. Но в целом действительно отличный бонус. Поэтому сейчас ни я, ни Аня мы по поводу ЕГЭ уже не переживаем. Это очень хорошо, Аня. Но у тебя цель была только поступление? Это, конечно, также посещать какие-то новые места. То есть в девятом классе это был Архангельск, тоже город, куда, мне кажется, достаточно сложно доехать. Это очень необычный город. Потом в десятом классе это Сочи и сейчас Саранск. И, конечно же, Олимпиады это встречи с новыми людьми, какие-то необычные знакомства. Люди на Олимпиаде, они очень целеустремленные, разносторонне развитые, всегда с ними интересно общаться. И, то есть, я вот уже предвкушаю, что когда я поступлю, я буду учиться с кем-то из моих знакомых, что у нас будет хорошая компания. И это тоже, мне кажется, такой дополнительный бонус. Ну это здорово. Вы, конечно, поучаствовав в таких этапах, приобрели огромный опыт. А что вы могли бы посоветовать тем школьникам, которые еще не принимали участие в Олимпиадах? Что нужно делать? И каковы, может быть, секреты подготовки? Может быть, есть какие-то особенности? Мне кажется, подготовка к каждому предмету, она отличается кардинально. И для начала я бы посоветовала посмотреть задания прошлых лет. Ты увидишь, что вообще требуется для тебя для участия в Олимпиаде. И когда ты уже все-таки определился с профилем Олимпиады, с тем, что для тебя интересно, то стоит начать именно с этого. Когда ты видишь задания, ты понимаешь, с какими трудностями можешь столкнуться. Ты видишь свои сильные и слабые стороны. И уже, исходя из этого, строишь свою модель подготовки. Аня, от тебя советы? Мне кажется, сначала нужно поставить какую-то цель, выбрать предмет. Может пообщаться с более опытными олимпиадниками, спросить у них совета. Ну и просто стараться делать то, что тебе нравится, и как можно больше прилагать усилия. Но вот в частности Олимпиады по истории, это получается, нужно как можно больше читать, расширять свой кругозор, следить за последними новостями в мире истории, соответственно. Какие-то читать книжные новинки, новейшие исследования. Ну и быть в курсе всего. Ну и опять же увлекаться историей своей страны, историей других стран, культурой своей страны. Увлеченность и усилия. Увлеченность, да, и усилия. Ну, в этом году вы выпускаетесь, и как мы уже и говорили, и не секрет, что поступление у вас-то теперь, образно говоря, в кармане, да? А куда вы собираетесь поступать? Расскажите, поделитесь секретом. На самом деле, как вы уже сказали, передо мной открыто много дверей. Конечно, с пятью Олимпиадами, Кристина, это действительно. Трудно куда-то не попасть. На данный момент я собираюсь поступать на МИЭФ. Это Международный институт экономики и финансов в высшей школе экономики. Данная программа является совместным бакалавриатом Лондонского университета и университета высшей школы экономики. Что меня привлекает больше всего, что, во-первых, поскольку программа двойная, она ведется на английском языке. То есть у тебя английский не только как язык изучения, но и непосредственно язык, на котором ты проходишь все свои академические дисциплины. Кроме того, имеется огромная возможность стажировок, как в российских, так и в международных компаниях. Имеется возможность обучения по обмену в перспективе, что для меня тоже является очень интересным опытом. Кроме того, мне кажется, учеба на этом факультете способна дать мне возможность развиваться не только в профессиональном плане, но и также приобретать какие-то особые знания, какие-то умения, поскольку что меня привлекает именно в моем университете, который я для себя сейчас выбираю, что ты можешь добавить к своим основным академическим дисциплинам много дополнительных курсов, которые как раз позволяют развиваться не только в каком-то одном направлении, но и делать что-то еще. Очень перспективно. А какие планы у тебя, Ань? Ну, я еще не до конца определилась с выбором своей будущей профессии университета. И даже университет еще не выбрала? Да. Я просто хочу получить как можно более разностороннее образование, чтобы быть универсальным специалистом. И многие университеты в наше время способны это предоставить. Но вот сейчас я думаю между историческим факультетом Школы экономики и программой зарубежной регионовизии НГИМО. Именно эти два института предлагают наиболее широкую программу. То есть это изучение иностранных языков, что очень важно в наше время, какие-то дополнительные активности. И также у них очень интересная программа. Но это, опять же, совершенно два разных направления. И я все еще думаю, что лучше выбрать. Ну что ж, я желаю тебе определиться с выбором оба университета московские. Однако мы ждем вас в нашем регионе уже по окончании университетов крутыми, такими крепкими специалистами, чтобы можно было сказать, вот они из Белгородской области, призеры всероссийских олимпиад, которые получили блестящее образование и вернулись работать в свой регион. Удачи вам, девушки. Спасибо, что вы сегодня были гостями нашей студии. Это такой день на мире Белогорье. Редактор субтитров А.Семкин